Музыка Пришло время подвести итоги пятницы 10 июня в студии Кристина Берияева. Добрый вечер! Музыка Радостное событие сегодня у 12 владикавказских молодых семей. Глава администрации Владикавказа Борис Албега вручил сертификат на приобретение жилья на общую сумму более 10 миллионов 600 тысяч рублей. У каждой из этих пар по три и более детей. Одним из условий получения жилищного сертификата по федеральной целевой программе обеспечения жильем молодых семей является наличие у семьи 65% от стоимости жилья, которые они хотят приобрести. 35% от рассчитанной стоимости предоставляется в виде социальной выплаты. Эти деньги выплачивают все три уровня бюджета. Федеральный бюджет 44,5%, республиканский 25,5% и местный 30%. Вручение сертификатов состоялось в теплой обстановке. Молодые семьи поделились с главой города своим видением развития столицы Северной Осетии. В свою очередь Борис Албегов рассказал о работе, проводимой столичными властями по благоустройству. В конце встречи владельцы сертификатов пригласили городского главу на новоселье. Приглашение Борис Албегов с удовольствием принял. По федеральной программе поддержки молодых многодетных семей вручили 12 сертификатов на общую сумму 10 миллионов 750 тысяч рублей. Мы их поблагодарили за то, что они повышают уровень демократического вопроса и поздравили их. Я надеюсь, что эти суммы им очень сильно помогут решить жилищную проблему и дополнительно создадут благополучие в семье. В преддверии Дня независимости России антитеррористическая комиссия Владикавказа провела очередное заседание. Председательствовал на заседании заместитель главы администрации местного самоуправления Владикавказа Владимир Кацера. На повестке дня четыре основных вопроса. Первый вопрос о мерах и мероприятиях по обеспечению безопасности при подготовке к празднованию 12 июня. Управление культуры города ответственное за праздничные мероприятия совместно с сотрудниками комитета ЖКХ и МВД проинспектировали территорию, где будет проходить гуляние. Территория будет охраняться сотрудниками МВД, рассказал начальник управления культуры Алан Кокаев. Начальник городского УМВД Аслан Гадзау в свою очередь доложил об объемах проделанной работы. В частности, уже завтра планируется провести профилактическое мероприятие в преддверии Дня России. Будет проведено кинологическое и саперное обследование территории. Более 200 сотрудников будут задействованы в обеспечении правопорядка. Все проходные зоны через металлоискатели. Не менее важный вопрос – обеспечение противопожарной безопасности мест массового летнего отдыха и антитеррористическая защищенность в период курортного сезона. Члены комиссии совместно провели проверки всех объектов летнего отдыха. В первом потоке летних пришкольных оздоровительных лагерей отдыхают 4833 ребенка, во втором – 5000. Для безопасности школьников администрация города установила кнопки тревожной сигнализации «АПК-стрелец» стоимостью 6,5 млн. рублей. Получены согласия от всех содействующих структур. Проведен инструктаж. Также были отмечены некоторые недоработки, которые запротоколированы и в ближайшие дни должны быть устранены. Новый порядок деятельности ярмарок утвержден на заседании АТК. Все разрешения будут отозваны при несоблюдении этих требований. Последние в основном связаны с обеспечением безопасности. Сегодня в администрации Владикавказа состоялось совещание под председательством заместителя главы АМС, руководителя управления образования столицы республики Романа Газюмова. На мероприятии было дано указание всем подведомственным учреждениям составить списки причиненного недавним градом ущерба. Детский сад номер 65 неспроста носит название «Ивушка». На территории этого дошкольного учреждения больше двухсот деревьев, большинство из которых – плакучие ивы. Коллектив с трепетом относится ко всей растительности. Этому учат и юных воспитанников. Здесь всегда чисто и ухоженно. Так было и утром 5 июня. Но уже к середине этого дня детский сад было не узнать. Проливной дождь, град необычно крупных размеров, в компании со шквалистым ветром, достигавшим 28 метров в секунду, не оставил шансов ни зеленым насаждениям, ни стеклам. В весенние 5 июня на город Владикавказ заброшилось стихийное бедствие. Конечно же, наш детский сад оказался в центре этой стихии, потому что мы расположены на Павлинка 73А. Центр находился в нашем районе. В это время в детском саду находился ночной сторож, который днем на выходные остается в детском саду. Когда это все началось, а началось что? Стали биться стекла, вода стала затекать во все стекла. Стекла были перебиты практически все и в коридорах, и в групповых помещениях, и в прихожих, и в туалетах. Она одна уже не стала справляться, естественно, стала всех нас обзванивать. Все, кто мог, все сотрудники детского сада уже 15 минут четвертого были на своих рабочих местах. Как могли, так и устраняли. Кто-то вытирал воду, кто-то собирал стекла, потому что стекла были на кроватях детских. Это было огромное счастье для нас, что это был выходной день, и детей в детском саду не было. Сейчас занимаемся тем, что пишем акты, составляем список ущерба, который причинен детскому саду, фотографии. Мы фотографируем все, что можем, и предоставляем в администрацию местного самоуправления. Многие детские сады Валдикавказа закрыты. В них ведутся восстановительные работы. Меняют окна, крыши, откачивают воду из подвалов. Пострадали и школы, в частности, 1, 13, 45, 50. С заместителем главы администрации местного самоуправления, руководителем управления образования Романом Газюмовым, было собрано совещание, на котором присутствовали заведующие дошкольными учреждениями и директора общеобразовательных школ. Им были даны поручения в самый кратчайший срок составить списки нанесенного непогодой ущерба и предоставить их в мэрии Валдикавказа. Как пояснил Роман Газюмов, содействие в устранении последствий непогоды окажут в столице республики из федерального бюджета. В воскресенье, сразу после стихийного бедствия града, шквалистого ветра и ливневых дождей, которые пошли по нескольким районам Северной Осетии, уже к 8 вечера у нас была предварительная информация по учреждениям дошкольным и по среднеобщеобразовательным школам. На тот момент у нас поступило 18 заявлений от образовательных организаций. Уже в понедельник, когда была создана комиссия при администрации по чрезвычайной ситуации, уже была информация по 30 объектам. И, наконец, после того, как была объявлена чрезвычайная ситуация регионального масштаба руководителям республики, полная информация на сегодняшний день по 34 объектам управления образования. Дело в том, что у нас на сегодняшний день работает несколько групп, которые объезжают наши учреждения, обследуют, в первую очередь, кровли, обследуют внутренние помещения, где были разбиты окна, в основном старые деревянные, со стеклопакетами. Есть, правда, и новые пластиковые окна, потому что вы помните, что град шел больше 17 минут. По предварительным подсчетам на сегодняшний день ущерб, который нанесен школам и детским садам учреждения дополнительного образования, составляет приблизительно около 40 миллионов. Насколько я понимаю, будут подаваться от республики заявки в правительство Российской Федерации о частичном возмещении из резервного фонда главы правительства Российской Федерации. И мы очень надеемся, что наши пострадавшие объекты получат какую-то часть возмещения через федеральное финансирование, потому что собственными силами ни город Владикавказ, ни республика этот ущерб восполнить не смогут. По словам заместителя главы администрации местного самоуправления, руководителя управления образования Романа Газюмова, в связи с предстоящей огромной работой по устранению последствий стихии до 1 августа текущего года, новые воспитанники в детские сады Владикавказа приниматься не будут. В нашем садике чисто, потому что мы убираем. Давайте уберем весь город. Все вместе. Я за чистый Владикавказ! Такими событиями запомнится пятница, 10 июня. Все выпуски программы «7 минут с городом» вы можете посмотреть на официальном сайте администрации местного самоуправления столицы республики, а также на портале 15 регион. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова